Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Сегодня, 26 января 2023 года, в Банке России планируется обсуждение текущей ситуации в сфере ОСАГО с участием представителей страхового рынка. К данному заседанию, которое проведет зампредседатель Банка России, страховщики подготовили свои очередные инициативы по реформе ОСАГО в 2023 году. Авторами данных предложений стали Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, а также страховые компании ВСК и Росгострах. О чем же идет речь? Страховщики предлагают в текущей ситуации, когда есть проблемы с запчастями, со сроками поставок и с ценами на эти запчасти, ввести следующую процедуру организации ремонта после ДТП по ОСАГО. В законе ОСАГО предлагается закрепить безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции техобслуживания автомобиля. То есть страховщики предлагают сделать направление на ремонт на станцию техобслуживания, с которой у страховой компании заключен договор, безальтернативным. Если же человек откажется ремонтировать свое транспортное средство там, куда его направляет страховая компания по ОСАГО, то в таком случае страховщики предлагают реализовать две меры, которые они озвучивали ранее. Это увеличение срока ремонта с 30 до 60 дней, а также законную возможность использовать вместо новых бушных запчастей. Также предлагается установить, что натуральная форма возмещения, то есть направление на ремонт, применяется лишь при наличии у страховщика договора с станцией техобслуживания автомобилей. Одновременно необходимо ввести обязанность потерпевшего предоставить транспортное средство для ремонта в определенные сроки, а в случае их несоблюдения предусмотреть право страховщика выплачивать возмещение деньгами. Таким образом, как видят страховщики ситуацию с ремонтом по ОСАГО в 2023 году. Первое. При обращении клиента после ДТП ему выдает направление на ремонт на станцию техобслуживания, с которой у страховой компании заключен договор. Таким образом, получается, если клиент соглашается на это, то ему осуществляют ремонт в действующей сейчас сроке, то есть до 30 дней, и по действующей методике, то есть с использованием оригинальных, либо неоригинальных запчастей, но только новых. Далее. Второй шаг. Если же клиент от этого отказывается, то, соответственно, ему могут выдать направление на другую станцию техобслуживания, но в таком случае срок ремонта будет уже не 30, а 60 дней. Кроме того, будет у страховщиков законная возможность использовать для ремонта бушные запчасти. И третье. Если клиент в установленные сроки не предоставит свое транспортное средство на ремонт, то вместо направления на ремонт, то есть натурального возмещения, предлагается выплачивать ему ущерб деньгами, чтобы он затем уже сам произвел ремонт, так как ему удобнее и проще. Вот такая вот информация. А чем же закончится это обсуждение на уровне Банка России, который на сегодняшний день является регулятором всех страховых компаний, я расскажу уже в одном из следующих видеороликов. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, то вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видеороликом или QR-кодом, который вы видите на экране. Там у вас появится возможность сравнить актуальные предложения по ценам и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по текущей ситуации на рынке ОСАГО, а также как относитесь к этим инициативам, которые страховщики готовят для обсуждения с Банком России. Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях под этим видеороликом. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!